привет дорогие сегодня я буду рассказывать про изнанку но сначала я покажу вам какие мне старинные очки пришли и вы знаете девушку жмел на начала садиться зрение и я все никак не дойду оформить очки так вот вчера когда я их примерила оказалось что их стекло мне подходит я в них замечательно совершенно все вижу в общем я в них вчера уже работала и мне очень понравилось поэтому сегодня я буду в образе училки старинный рассказывать про изнанку изделий когда я начинала шить исторические наряды информация конечно очень мало про их пошив и в основном я отталкивалась от того что просматривала музейные фото пинтерест и так далее как же выглядит изнанка изделий изнутри сейчас расскажу основные такие моменты как в то время шили в то время вообще не заморачивались внутренние в девятнадцатом веке меня не говорю по более ранее потому что первые швейные машины появились где-то 1860-х годах 65 уже были прям отелье и до этого в основном конечно была ручная сборка всех изделий одежды вот и рассматривая музейные образцы принципе и в интернете про это пишут тоже можно найти сайты информацию основные такие моменты сборки то что все изделия лифы садились на подклад и и сборка была одновременная то есть сразу соединяли два слоя ткани вера внешняя и внутренняя вот и только после этого стачивали уже собирали швы получается что все швы вот так вот сейчас я перейду с режима киноэффекта на обычную съемку и буду показывать ближе как же выглядели все швы и как это все собиралось а еще такой момент сразу сказать почему же я не шью современные способы не упаковываю все не закрываю припуски не обрабатывая ховерлоком потому что я не стремлюсь конечно прям создать полностью реконструкцию изделий исторических но когда я шью используя ручные стержки вот так изнанку собираю мне найти такое ощущение как будто я творю историю как будто я оживляю те изделия того периода 19 века как будто я даю им новую жизнь и хочется вот именно вспомнить показать как же собирали изделия в тот период женские частности еще и женскую одежду и такие основные моменты сейчас я разверну камеру на телефоне и покажу этапы последовательность обработки всех швов что именно сюда добавлялась и вот еще сейчас вот здесь вот видео некоторые моменты покажу как же выглядели в музейные изделия то есть видно что швы ручная обметка там было два отрезить до ручных швов которые использовали для такой обработки он иногда очень редко вот как здесь можно встретить именно обработку края припуска на такой косой беечкой кусочком ткани полоской знаю покроили показу или просто по прямой для этого надо щупать картинках не рассмотришь конечно по косой икрой он более мягче ложится то есть начало припуски обработали вот потом их могли прикреплять могли не прикреплять к внутреннюю подкладочному слою ткани потом обязательно швы дублировались бейками с ставленными в них китовый уз или что там было под рукой в то время но это сейчас мы регион вставляем до китовый уз называется для чего-то делалось для того чтобы изделие сидела плотно на фигуре не морщинили швы потому что нужно было создать вот именно очень тонкую талию без лишних объемов ткани на ней вот и таким образом изделие сидит прям как плиту и ровные такие линии плоски переворачиваю к номеру покажу как я это собираю мне очень нравится сидеть именно вручную не спеша работать обрабатывать каждый шовчик вот сейчас у меня лиф в работе это будет визитный костюм на 1875 годы вот я уже с одной стороны начинаю зарабатывать его полностью готовить вот слева видно что у меня только стачены припуски я уже видите обработала отметкой и сейчас эти припуски я буду вручную пришивать вот здесь сейчас ближе покажу вот ткани подкладочной вот потом поверх накладывается косая бейка и пришивается в нее вставляется уже китовый ус края края просто знаете раньше не не делали обтачки вот я конечно это уже современные такой момент и сделала полностью обтачку покрапав повторяющую край изделия вот вывернула тоже она у меня обшита будет таким везде обмёточным швом и пришита вот в частности вот здесь вот я уже начала пришивать сверху показать пришита к подкладочной ткани таким образом вот выглядит изделие изнутри обработка шва вшивание рукава в пройму я тоже буду закрывать косой бейкой чтобы швы не топорчились в принципе у меня даже намного аккуратнее выглядит изнанка чем настоящих исторических изделиях то есть здесь у нас складка на внизу спины посередине в среднем шве вот и я ее тоже закрою вот так вот косой бейкой дело в том что у меня изнанка выглядит даже намного аккуратнее настоящих исторических изделий потому что у них более-менее аккуратность нам кино значит встречаться только в конце 19 века даже сейчас я постараюсь найти и вот сюда поставить это жакетик который нашла на каком-то сайте где продают антиквариат и на нем видно что уже запаковывали швы закрыта изнанка за все припуски внутри то есть это первое изделие которое мне попалось написано и это было уже интересно что стали задумываться о том чтобы внутри было красиво а до этого совершенно не задумывались и и заботились только о посадке и сохранении формы изделия на фигуре и еще если вы обратите внимание на музейных экспонатах просто пока у меня еще не пришита пришивается в последнюю очередь такая полоска ткани на талии показатель еще не купила саржевая такая плотная лента называется сантюра и и еще применяют в корсетах тоже пришивают чтобы и корсет сидел и прям фиксировать именно линию талии никуда не сдвигался так вот в изделиях или плечевых лифов там или как бодис они называются на английском в то время это лента фиксировалась на в районе задних швов вот да там где там получается заднебоковых рельефов вот спереди она застегивалась на талии просто свободно для чего она нужна я уже рассказывала и в видео про буз гарибальди это линия фиксирует посадку нашего изделия стабильно статично на талии то есть она не наша кофточка лиф не подскакивает вверх и держится вот прям фиксируется очень плотно сидит кстати очень удобные вещи я уже ставлю на трех изделиях поставила и не совершенно потрясающе нравится как изделие фиксируется никуда не возит когда-то поднимаешь руку не надо внешний раз вниз потом поправлять без возвращать поэтому можно перенести если шить какие-то изделия такие прилегающего прям силуэта кардиган это там или жакетики то можно прям использовать эту фишечку и в современном пошиве отдельно еще уделить внимание внутренним накладкам в лифах очень часто на фотографиях встречаются вот такие варианты как на больных лифах особенно на больных лифов так и на прогулочных на больных это такие накладки они выполняют роль пушапа нужно приподнять женские прелести задать им такую форму то есть это вшивались такие на прогулочных я так думаю вы знаете здесь такой момент когда ты шьешь на грудные вытачки или они у нас сталевает на грудные выводятся так вот вот в этом месте очень часто может быть знаете как западание такого объема и пришивание вот этой накладки она выравнивает вот это вот место за счет этого создается более такая красивая форма в районе груди я так думаю что здесь эффект смысл этой накладки именно в этом еще несколько раз мне встречались вот такие накладки в районе подмышек это очень удобно пришивать потому что мало стирали изделия в 19 веке и чтобы сохранить гигиену чисто эти места практически всегда нашивались туда накладочки которые отпарывали стирать напишевали но это очень удобно антипреспиратор было не было да даже современные условиях я делала пару раз и мне действительно очень понравилось даже напальные платья можно такое делать вообще чем удобен такой исторический пошив лично для меня и я считаю что он удобен для начинающих кто начинает только шить потому что такие изделия очень удобно подгонять на фигуре когда у тебя подкладка соединена вместе с основными деталями ты можешь подгонять его в течение нескольких примерок то есть надевать на себя и прям на себе закалывать убирать лишнее особенно сзади к меру по спине потали и там чтобы она вот прям вот вот сидела идеально вот и защипывать до последнего отстрачивать убирать ошибочные строчки и швы опять разутюживать сейчас покажу момент где на спине я прям до последнего убирала еще 0 5 сантиметров еще 0 5 сантиметров и эти припуски вот эти припуски я так и оставлю широкими вот в этом месте вот как раз район талии я не буду их срезать потому что ну мама ли мои объемы немножко изменится и у меня будет такой вот вариант где я смогу чуть-чуть чуть-чуть вернуть то есть этом сделала конечно надсечку но у меня есть вот на 5 сантиметров запаса которые если что я смогу обратно вернуть в шов тех просто вот тут вот пришью сейчас и таким образом сзади у меня будет такой вот страховой момент для моего для моей талии то есть принципе показала как обрабатывать изделия здесь у меня тоже это все будет вот так подшито потом вручную после того как я вставлю сюда утреть вставляю китовый волос на спинке у меня он будет до талии только вот на вот этой нижней хвостике назовем до баски я не буду вставлять его ты еще примере посмотрим может здесь в заднем рельефе на спине задней боковом то есть вот этот задний рельеф это задний боковой вот может быть я тоже сделаю его до талии вот тут зашью оставлю если мне этот хвост будет как-то так некрасиво торчать вот мне его надо кстати сейчас развернуть почему-то он не развернулся чтобы он был вот так наружу вот да вот именно такая форма чтобы повторял повторял вот так вот по спине и у меня турнир на которые в эту ложится это баска задней детали если есть какие-то вопросы если есть какие-то вопросы задавайте под видео судим моменты технологические обработки этих изделий и историческая пошива и не было интересно поделиться именно таким технологичным моментом точечным как вам маячки кстати что еще показывать рассказать видео пишите